Всем привет, уважаемые любители Русской Рыбалки 4! С вами Медиазона ТВ. Сегодня мы находимся на озере Янтарное, на точке 64-94, клипса 35 метров. Здесь мы ловим карпачч-шучтого и линейного. Итак, 64-94, клипса 35 метров. Находится это в квадрате у нас D7, то есть появляемся на базе и бежим вдоль болота. После того, как мы добегаем до определенной точки, поворачиваем направо и находимся на нашей точке. Точке заброса, так сказать. Вот, значит, прибегаем сюда, забрасываемся вот на такие снасти. Использую, значит, литкор под глину, использую флюрокарбонный поводок, использую большой первый крючок. При этом оснастка у меня Hint Steve. Ну, можно также использовать поп-ап. Очки вложены. Вот, использую, значит, монтаж, две искусственные кукурузы, это Tutti Fruity красный и вот такую Deep Tutti Fruity. Вот, можно попробовать другой Deep, в принципе, он тоже работает. Вот, на точке я нахожусь целый час, везде у нас все одинаково, как я вам показываю. Глина, флюр, большой первый, Tutti Fruity, Tutti Fruity. То есть, на точке нахожусь целый час, за это время у нас 33 хвоста уже. Вот, так сказать, собираю всю рыбу, то есть чатная-нечатная, зачетная-незачетная, все беру, чтобы показать весь улов, чтобы обрисовать всю картину. Вот, сейчас еще раз покажу. Никаких призраков мне не заходило, вот, может быть, это, конечно, связано с Deep'ом. Вот, надо это все проверять. Но, тем не менее, можно, кстати, попробовать Tutti Fruity желтый, может быть, на него будет лучше клевать, неизвестно. Еще у нас линеечка. Вот, давайте перейдем к третьей сборочке. Так, у нас еще опять поклевки начались. Третья сборочка у нас то же самое, все под глину, то есть, литкор под глину, флюрокарбоновый поводок, большой первый крючок. В принципе, можно и под глину использовать поводки. Вот, ну, у меня флюра, чтобы, так сказать, не подбирать все время под грунт. Вот, Tutti Fruity красный, Tutti Fruity deep. Еще раз повторюсь, на точке нахожусь чуть больше часа, за это время у нас сейчас будет 35 хвостов, но, к сожалению, у нас последние три поклевки была исключительно мелочь. Вот опять у нас линейка. Давайте теперь перейдем. То есть, у меня было, клевала исключительно линейка, исключительно карп-чешуйчатая, больше рыбы при лове не было. Давайте перейдем теперь к нашему лову. Итак, из нашего улова карп-чешуйчатый есть на точке клюет достаточно неплохо. Как вы видите, большое количество чатной рыбы и есть нечатные. Нечатные и один маленький. Вот, и карп-линейка. За час у нас вышло 10-11 штук. За час 11 штук из них 5 чатных, вот, 3 зачетных и 3 нечатных. Поэтому всем ни хвоста ни шуи, с вами был у меня Зона ТВ, пробуйте пофармить на слабой снасти в районе 200-300 монет. Вот, но опять же это без прикорма, без спода и без ПВА. То есть, в принципе, если закинуть спод с прикормом, вот, или использовать ПВА, то у клев у вас, конечно же, будет лучше. Давайте вытащим рыбку, вытаскиваем отходом назад, так будет быстрее. Вот у нас чешуйка маленькая. Ну, вообще, как бы на янтарке надо иметь 2-3 точки, да, чтобы точки менять. То есть, один час мы отстояли на одной точке, один час мы отстояли на другой точке. Тогда будет, сказать, а профит. А так, с одной точки мы не выигрываем ничего. С вами был меня Зона ТВ. Всем пока-пока.